Ирина Старженецкая 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 И, значит, ушла из Большого театра Работала во всех разных городах Вот мама была такая настоящая дворянка Прямо-таки солтычиха Вот, ну, в хорошем смысле я имею в виду А, ну, был потрясающий дедушка То есть мамина отец Который был инженер путей сообщения Он строил дороги Он строил туннели и мосты железнодорожные Притом, в то время, когда он был инженером путей сообщения Это было, в общем, начало железных дорог в России У деда был тоже отец невероятный человек Значит, Павел Вильгельмович Лапастарженецкий Который был Он воевал в Крымской войне Вот 48-го года, 1848-го года Был очень тяжело ранен Но, как известно, сражения не бросил Потом был, значит, императором награжден Это был Александр II в то время Каким-то там мундиром с плеча вообще императора Потом он был направлен в Нижний Новгород Старшим политмейстером И ходят такие слухи Это нам прислали из Нижнего Новгорода Такие, значит, исторические воспоминания Что когда он туда приехал, поступил на работу То был какой-то там революционный Какие-то, значит, действия, брожения И никак местная, значит, полиция не могла их усмирить А дед, прадед этот был колоссального роста С кулаками какими-то Он, значит, пришел туда, на площадь, на Кане Надавал всем в зубы И быстренько всех усмирил Он, например, укрывал Шевченко Украинского писателя Почему-то, наоборот, от властей как раз Потом он был знаком с Собиновым Потому что он был большой театроман Приглашал туда, значит, какие-то Ну, в общем, вот такие вот Это что касается Это Павел Вильгельмович Это, значит, прадед Потом Вильгельм Это прапрадед Он уже был при Александре Первом Значит, он ходил на Наполеона Участвовал в этой войне И был тайным советником Это прабабушка Екатерина Мессинг Это прадедушка Павел Вильгельмович Лапастер-Женецкий Это бабушка Это бабушка Это дедушка Это все бабушка Тоже бабушка Это я маленькая Это мамин старший брат Это тоже Это вот Вот это вот Та же самая бабушка Только более юная То есть это прабабушка Кого из ваших предков Вам больше передалось? Ну, вы знаете, вообще все Отличались, видимо, какой-то энергией Ну, может быть, и не все Я не знаю Но те, о которых я говорю Ну, вы знаете, я взяла и, мне кажется, от мамы какие-то качества И от отца, я думаю, какие-то неплохие качества Не знаю Тут вот очень красивые, по-моему, мамины костюмы Моей мамы Это в Большом театре А то, что они ушли в театр Вы знаете, мама с самого начала Она очень любила театр Ну, дело в том, что бабушка была балерина большого театра Прабабушка была балерина большого театра У нас тоже какой-то очень артистический Значит, с одной стороны, вот инженер путей сообщения дед А бабушка была балерина большого театра И прабабушка Это, опять же, моя бабушка Когда она была в хореографическом училище большого театра Это Анна Павлова Значит, написана милой Мария Владимировна В знак искреннего расположения Анна Павлова, 1906 год Я уж не знаю, почему мама пошла в театр Мне трудно это сказать Вообще, она не могла поступить в институт Потому что она была дворянский отпрыск В то время совершенно... Но мама это преодолела Ну, вы тоже... Это было логично, что вы пришли в театр Но почему вы оттуда ушли? Вы знаете, это как раз было нелогично Я закончила... Я вообще в среднехудожественной школе всегда писала Вот с малолетства я писала Потом в институте А в театре я работала Потому что моя мама терпеть не могла Делать костюмы И я, значит, уже при ней делала костюмы То есть я была, ну, практически как подмастерье Потому что мама меня использовала, по-моему, лет с 14 А когда мне было 19 или 20 лет Был такой режиссер Фрид И мы делали, по-моему, Дон Карлоса И он... По его инициативе я была включена в афишу Потому что моя мама бы еще лет 10 считала, что это необязательно И самое интересное, что когда я выходила на пенсию То вот это вот включение в афишу дало мне стаж какой-то колоссальный Поскольку у мамы был характер очень сложный А у меня такой довольно гибкий характер То постепенно многие режиссеры начали со мной работать А чем вызвали большой гнев моей мамы Вот, поэтому я работала Я писала картины, но при этом я работала в театре Там в Воронеже, в Саратове В 80-е годы в жизнь Ирины Старженецкой вошла Таруса Город художников, писателей и поэтов С легкой руки Поленова получивший название «Русский Барбизон» Таруса стала для Старженецкой тихой заводью Где она проводит половину года После отшельнической жизни Всякий раз возвращается в Москву серией новых работ История случилась в Тарусе У нас соседи У нас участок большой В общем, я этих соседей не вижу И я сидела, читала Как раз-таки Быкова Дмитрия Апостернаки Замечательную книгу И слышу ужасные крики козла И невероятные крики кур Вот я не поняла, что происходит Но, в общем, козел кричал ужасно Он кричал в течение часа, наверное Я пошла, посмотрела Ну, козел как козел Ну, где-то я его не видела А потом, через какое-то время Все смолкало И я поняла, что его зарезали Я просто догадалась И я написала Ну, по своему представлению Вот этого кричащего Предсмертного козла Притом, я не знаю С ним никто ничего не делал Он был один То есть, он просто что чувствовал Что его привели На заклане Я не знаю Я так думаю, что это так Вместе с мужем Анатолием Камелиным Ирина Александровна Оформила интерьеры храма Вознесения Христова в Тарусе Расписала храм Малого Вознесения На Большой Никитской улице в Москве Я не могу сказать, что я была готова Работать, писать иконы Конечно, нет Но у меня был замечательный такой духовный отец Духовный отец, отец Геннадий Огрызков Который был вот в Малом Вознесении в Москве Вообще, он окормлял у него там все художники Актеры, музыканты Поскольку это напротив консерватории храм А я с ним была очень-очень давно знакома Он очень хорошо ко мне относился как к художнику Я вообще помню, когда я пришла как-то к нему на исповедь Первый раз Он говорит, я вас знаю, вы Ирина художница Он был моложе меня Он говорит, мы приходили тебя смотреть как художника Они учились в архитектурном институте Мы бегали смотреть, как ты пишешь Ну, вот Вообще, даже сейчас тоже архитекторы Очень увлекаются моим творчеством Я даже знаю, в колледже Там у них есть такой предмет По поводу Там, ну, что-то скопировать меня То есть, ну, как бы такое Раскрепощение, вольный стиль Они думают, что махать кистью это легко На самом деле, это не так просто Ну, это, конечно, вот такая самая невероятная тема Но вы понимаете, я же в природе своей вообще портретист И я все-таки к этому подхожу как к портрету Может быть, это и нехорошо А мне кажется, все-таки хорошо Потому что все-таки я стараюсь не срисовывать Вот дословно откуда-то А используя иконографию Потому что, ну, ясно Какое это было лицо Все-таки сделать как-то своими словами Это так мне, как хотелось бы А там наверняка какие-то чудесные явления, видения Нет, это уже впадание в прелесть Ни видения, ни ничего такого нет Нет, это, ну, это профессиональная работа Просто, вы понимаете, вообще в иконе, в творчестве Очень много еще вот такой технической стороны Которую надо преодолевать Помимо смысловой задачи Еще очень много Ну, как называется, одно дело содержание Другое дело форма Ну, формальной стороны Ну, это, в общем-то, Благовещение Хотя она называется как-то несколько по-другому Сейчас не помню как, между прочим Как-то я чуть-чуть обошла прямое название Ну, то есть это вы писали живопись Параллельно сработает храма Да, вы знаете, я вообще, мне не хватает Вот храмовой работы Все-таки, ну, меня в какой-то степени сковывает Поэтому я беру ту же тему и пишу на холсте Потом на холсте я тоже как-то до конца у меня не получается Поэтому вот то, что можно охватить эту тему с двух сторон Мне кажется, это как-то, в общем, достаточно интересно Вы знаете, что скорел манеж когда-то? В этом манеже достаточно много моих работ скорел И как раз, ну, во-первых, в кабинете у Каракаш Который был директор на то время манежа Висела вот такая работа моя Которую он когда-то приобрел Висела большой ранее, шикарно висела Вот манеж сгорел ровно, вот эта моя работа сгорела дотла И вообще работ сгорела там моих, работ 16, наверное Я не знаю сколько, но частично они были приобретены Они были в коллекции манежа И уж я не помню, когда манеж сгорел Довольно давно И вот каждый год я думала Ну, напишу-ка я работу Ну, по воспоминаниям о той работе И никак у меня рука не поднималась И вот в этом году я написала работу Ну, подобную той сгоревшей работе Хотя я повторить не могу ничего Вот я даже Мне иногда говорят Ну, вот это очень большое Ты вот сделай нам такое, но поменьше И это невозможно Все это ничего не могу повторить сама Надеюсь, что зато и никто Ну, и особенно под меня не работает Потому что уж если я не могу повторить свою работу То уж, особенно, чтобы это кому-то удалось Не так-то это легко оказывается А расстаетесь вы легко с работой? Ужасно трудно Жадные патологические Но потом, когда это уходит Я даже не вспоминаю про них Мало этого я настолько не вспоминаю Что я там была в одном доме И там висело много работ И как-то мне показалась одна работа Так ничего вроде того, что оказалась моя Но я абсолютно не помню Когда я ее сделала Вообще не помню Или вот сейчас в Тарусе Там одни люди Достаточно небедные Тоже мне сказали Мы купили на аукционе твою работу Я думаю, боже мой, что за работа Может, не моя Действительно была у них Действительно моя работа Но какого-то 1974 года Я абсолютно не помню эту работу Я даже не помню ни по какому поводу Я ее написала Да, работа моя Вот в стилистике За большие же деньги, наверное Ну, она проделала какой-то путь И она к ним там пришла уже А вознаграждение достойно вас? Вы знаете, я вообще У меня деньги совершенно не волнуют Вообще не волнуют Лишь бы мне было на что существовать Поэтому Ну, сейчас цены назначаются не мной Понимаете, вот какие-то галереи Которые мной занимаются Они же Это уже Какие-то их Понимаете Там даже цены Ну, естественно, я получаю от этого Деньги И совсем даже не маленькие Но То есть Как-то вот это Я вообще считаю, что Адекватно Там живопись Или там мои чувства Мои нервы перевести В денежные знаки Невозможно В общем-то Не продается вдохновение Но можно рукопись продать Это вот Самая гениальная, конечно, фраза Я, конечно, люблю тишину Я люблю одиночество Вообще Но при этом Вот такое для меня открытие Что мне так нравится преподавать И я так люблю детей И даже когда они шумят Ну, в каком смысле Конечно, они шумят Но они молодые Но они настолько красивые Все это делают так творчески Что мне интересно До Таруса я путешествовала Все время Там от Памира До Баренцева моря И где я только не была А после того, как я купила дом В Тарусе То все Я как-то так Веду такой оседлый образ жизни Нет, но я время от времени То в Сирию То в Турцию То в Ливан То в Орданию Это вот Я очень люблю Ближний Восток Вот этот хаям Это, конечно, результант Если бы я там не бывала Может быть, мне бы не пришло В голову сделать хаям Как изменила характер творчества Покупка дома в Тарусе? Вы знаете, очень изменила Если я прежде все-таки Вы понимаете, не всякое путешествие Дает какой-то творческий результат Отнюдь Вот, например, я была там в Англии Ну, какую-то одну работу я написала В связи с этим Или там в Америке Ну, не могу сказать Что хоть как-то это отразилось В моем творчестве Вот норвежский цикл у меня есть А Тарусе меня, знаете, воспитало В том плане Что ты сидишь И в одну точку смотришь И выкапываешь в этой точке что-то Вот я смотрю на один и тот же пейзаж В Тарусе Вот там, как у нас река Как поворачивает Там, то есть у нас очень красивый вид И вообще на какой-то лист Или вот в Тарусе я начала писать цветы Вообще самое главное в живописи Чтобы это была не краска А чтобы все-таки была смысловая задача Чтобы это было глубоко Вообще надо копать вот не по поверхности А как-то вот таким образом Чтобы раскопать что-то интересное свое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому